Российская армия за двое суток захватила село Прогресс. Донецкая область, сообщает в Детстейт, по словам аналитиков, за последние 48 часов россияне смогли сделать в районе населенного пункта Прогресс то, что не могли реализовать начиная с апреля. Именно с этого периода за село шли бои. По данным украинских экспертов, накануне российские войска провели массированный штурм. В результате из-за недостаточного количества пехоты украинские силы обороны вынуждены были отойти с позиций в районе Прогресса. Они штурмуют сейчас Прогресс. Там имеется и автомобильная трасса, и залезодорожная. Там имеется несколько распространяющих высот, которые контролируют трассы и возможности передвижения войск. Там железная дорога проходит по хребту и в данный момент она является стратегически важной для наших вооруженных сил. В случае дальнейшего продвижения россияне могут приблизиться или перерезать трассу Покровск. Константиновка, до которой уже долетают снаряды. Ранее телеграм-канал «Типичная Константиновка» опубликовал фото, где на краю дороги видно воронку, которая возникла в результате удара. Далее в планах РФ захватить высоту западней воздвиженки и, вероятно, начать движение по хребту, по которому идет железная дорога, и затем выйти к новой высоте и Новогродовке, считают в Дипстейт. Однако в генштабе ВСУ об отходе сил обороны из села Прогресс не сообщали, но в свежей сводке отмечалось, что на Покровском направлении украинские защитники отбили 52 штурма. Наступления россиян значительно усилились в последние две недели. При этом жмут одновременно по всей линии фронта, сообщил новостям Донбасса. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цихоцкий. Если они старались, там поначалу было, ну, поначалу, долгий период времени, значит, в нескольких местах одновременно наступали, то уже последнюю, наверное, вторую неделю они наступают абсолютно одновременно по всей линии фронта. То есть абсолютно, то есть нет такой точки метра-сантиметра, где бы они не наступали. Россияне ставят сейчас тактические задачи. Захват высот, коммуникационных возможностей, нанесение как можно большего ущерба составу украинской армии. Дезорганизовать наши войска, возможно, привести к маневрам, то есть оставить одни населенные пункты, перейти к другим. Переброска наших войск, те, которые имели опыт в одном направлении, ну, в другом, для того, чтобы мы предистоцировали, там усилили или пославили позиции. В любом случае идут артобстрелы. Противники у них, это количество боевых вас очень большое. Противник скидывает кабы, противник запускает великое количество этих дронов, камикадзе, скиды с дронов, и так далее. В то же время силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы ни одна из целей армии РФ не была реализована. Мы не просто сидим в обороне, мы не просто, скажем там, отстреливаемся, мы еще проводим много параллельных моментов. Я сейчас говорю в целом, это и работа в глубоком тылу противника, это работа и на этих линиях участков, где они пытаются идти в штурмах на наступление. То есть проводятся инженерные работы, заградительные минирования и многое другое. Россия не пытаются создавать условия полуокружения подразделения МВСУ. Чтобы избежать этого, украинским солдатам приходится отступать. Войска РФ называют такие действия выдавливанием противника, когда он сам вынужден уходить без боя. А достаточно посмотреть на карту боевых действий на данном участке, где желтым отмечены угрожающие участки, написал автор телеграм-канала о войне вольнодумец. Информацию о том, что российская армия захватила село Прогресс, не подтвердил и не опроверг офицер МВСУ Сергей Цихоцкий, однако подчеркнул, что каждое действие вооруженных сил Украины рационально взвешено. Я скажу так, что если где-то мы и отходим, то отходим только в том плане, что там все уничтожено, там нет смысла находиться и отходим на более выгодные позиции. Потому что соотношение сил и отношение, во-первых, к своим военнослужащим, к своим побратимам, ну у нас оно родное, это каждый человек действительно важно, а любое строение, любое село и даже город мы все равно восстановим. В целом же Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими. Россияне комбинируют использование техники с пехотой и постоянно меняют тактику наступлений. В Покровское и Кураховское направление, как мы говорим, напрямую к украинскому, значит, в принципе, самое горячее, я в других местах, поверьте мне, не сильно там и прохладительное состояние. Но у нас на этом направлении, скажу, очень горячее. Противник постоянно меняет тактику ведения боя, постоянно. То есть он не традиционно, как всегда, там в пехотной штурме комбинирует использование техники, комбинирует сами пехотные штурмы. Ну а для отвлечения, конечно, они задействуют сейчас и ударные группы по всему Донецкому фронту, ну и, конечно, и Харьковское направление, и Покровское, и Купинское, для того, чтобы разбалансировать наши силы. И мы вынуждены будем передислоцировать с этого направления, например, на Харьковское, где они демонстрируют новую ударную группу, которая якобы будет наступать в направлении Харьков. О том, что россияне перебросили дополнительные штурмовые группы в район Глубокого, Харьковской области сообщили и в Институте изучения войны. По данным аналитиков, там российские войска продвинулись в пределах западной Старицы. Придется ли ВСУ перебрасывать силы на это направление с других участков и как-то в дальнейшем повлиять на всю линию фронта? Что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми знать главное событие войны. Если же вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которых входят и «Новости Донбасса», то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер СИНА, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Подробная инструкция в описании к этому видео. Продолжение следует...